Слава Украине! Доброго дня! В эфире черговый выпуск нашей программы. В студии работает Сергей Брачук. Здравствуйте еще раз. Служба безопасности Украины предотвратила угон военного украинского самолета в России. В СБУ провела эту спецоперацию еще 22 сентября. Но вот только сейчас обнародованы некоторые детали. С ними вы можете ознакомиться в новостейных интернет-изданиях. Не будем тратить наше и ваше время. 737-7310, телефон прямого эфира. Звоните в эту студию, задавайте свои вопросы. Как говорят по-одесски, кто бы сомневался, силы АТО сообщают о том, что за время так называемого, иначе не скажу, так называемого перемирия, боевики, боевики российские военные более тысячи раз нарушали то самое перемирие. И снова сегодня это перемирие было нарушено. Из градов, а это становится горькой традицией всей военной кампании, был обстрелен город Попасное. Это Луганская область. Там тоже довелось быть. Так вот, в ходе обстрела почти сгорела до тла станция скорой помощи. Погибли несколько человек, несколько человек ранены. Естественно, на эту минуту это были гражданские люди. Ну и одна из самых главных тем этого дня, спикер Украинского парламента Александр Турчинов сообщил, что он еще не подписал законы относительно особого статуса отдельных регионов Донбасса и об амнистии сепаратистов. Не буду спорить с председателем Верховной Рады, но амнистия сепаратистов звучит как минимум нелогично. Так вот, Турчинов заявляет, что законы будут подписаны, я цитирую, сразу после их рассмотрения спецкомиссии. Также ранее Петр Порошенко заявил, что оба закона, закон об особом статусе Донбасса и об амнистии сепаратистам не существует. Петр Порошенко уточнил, депутаты поддержали закон об особом режиме местного самоуправления. Вот такая самая главная новость. Кстати, Порошенко ссылается на опыт Осетии, Приднестровья и Абхазии, которые стали международными изгоями. И он заявил, что не желал был такой роли Донбассу. Но пока наши политические прогнозы сбываются, которые мы даем буквально каждый день в этой студии, в том числе благодаря и вам, уважаемые телезрители. 737-7310, телефон прямого эфира, звоните в эту студию, задавайте вопросы. Конечно же мы будем говорить о политике, конечно мы будем говорить о выборах, будем говорить об АТО и участии в этих событиях украинских, в частности одесских журналистов. Как они должны себя вести? Возможно ли найти компромисс между журналистами различных изданий в том числе? И будет ли после выборов, особенно после выборов, мне интересно, тоже дана правовая оценка деятельности представителей ряда средств массовой информации Украины, которые, кстати, уже неоднократно нарушили закон. Но это прерогатива, естественно, суда. Я так понимаю, что у нас сразу же, наверное, есть телефонный звонок, потому что мы сейчас будем говорить о событиях в Одессе. Нет телефонного звонка. Итак, то, о чем говорит вся Украина. Представители правого сектора, так сообщает информационное агентство трассы Е-95, правого сектора Евромайдана напали на народного депутата Нестера Шуфрича и бывшего главу Одесской области Николая Скорика возле Одесской областной администрации. Во вторник, 30 сентября. Давайте посмотрим, как это все было и потом будут наши и ваши вопросы. Продолжение следует... Мы сейчас выезжаем. Дайте нам выйти. Дайте коридор. Давай, коридор. Подгоняйте. Подгоняйте машину. Дайте коридор. Дайте коридор. Дайте коридор. Все. Ты что кинаешься на людей? Что кинаешься на людей? Меня. Что за ты, гады? Дайте коридор. Дайте коридор. Дайте коридор. Ну что же я делаю? Дайте коридор. Ребята, встаньте коридор. Ребята, встаньте коридор. Ребята, встаньте коридор. Мы запросили. Встаньте коридор. Ну как? Дайте коридор! Дайте коридор, ребята! Ну, ребята, ну дайте коридор, ну мы заговорим! А, все! А что ты! Ну, что, что было? Я пришла, вы взяли! Вот это не ты кто? Я пришел, вы... Не пришел, не пришел, вы... Я пришел, вы... Не в рот... Не в рот... Не в рот... Быстро выдвигай! Вот так, вы все видели сами. Кстати, общественник Марк Гордиенко, он же кандидат народной депутаты Украины, прозвучал не на права политической рекламы, заявил о том, что таким людям, как пока еще народный депутат Украины Нестор Шуфрич, нельзя давать возможность выступать. Соглашусь, но добавлю от себя, таких людей, как Нестор Шуфрич, надо судить. Судить за развязывание той войны, от которой гибнут, уже погибли многие тысячи украинских граждан, от которых страдает вся экономика нашего государства. И дай Бог всем нам сил и возможности выдержать те испытания, которые нам преподнес Господь Бог. Хотя Господь Бог как раз на нашей стороне. Юрий Анатольевич Работин, гость нашей программы, глава Одесской областной организации Национального союза журналистов Украины. Юрий Анатольевич, добрый вечер. Добрый вечер. Я задам вам вопрос по этой ситуации. Конечно же, меня будет интересовать не политическая оценка тех событий, которые мы наблюдали. А что я скажу чуть позже? Есть телефонный звонок, давайте общаться с городом. Добрый вечер. Это вы мне? Это я вам. Здравствуйте. Добрый. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый, добрый. Я вас слушаю. Уважаемый Сергей. Да. Вы в последнее время стали обращаться к тележрителям с призывом славы Украине. Не в последнее время, а всегда. Особенно во время событий в АТО и на войне. Да. Я бы хотел, чтобы вы уточнили, какое именно состояние Украины вы предлагаете славить. Давайте так. Это лозунг украинских патриотов, которых я и приветствую. И хочу, чтобы моя страна стала той страной, которой можно будет действительно говорить слава. А все это зависит от нас с вами. Кстати, спасибо большое за такой хорошо поставленный вопрос, и он прозвучал первый раз. Спасибо огромное. Вот так, не будем тратить время. Юрий Анатольевич, вы все видели своими глазами, вот такое видео у нас было. Но я вот о чем хочу спросить. Когда возникает вот такая ситуация, как действовать журналистам? Некоторые говорят в нашем обществе, что они поступают цинично. Мол, избивают человека, они все это дело снимают, комментируют. Как вы думаете, надо ли продолжать съемку? Вот такой конкретный вопрос. Надо ли продолжать съемку в этот момент, или надо бросаться на помощь тому, кого бьют? Ну, в данном случае Шуфрича. Все. Понимаете, здесь, во-первых, спасибо, что пригласили в вашу прекрасную студию. Но этот вопрос... Кстати, у вас телевизионный дебют именно в нашей студии, у нас еще не было. Да, спасибо. Теперь уже я вас поздравляю. Спасибо, взаимно. Знаете, к этой ситуации надо походить, может быть, двояко, потому что, когда бьют, это плохо всегда. Мы сами знаем прекрасно. Когда снимают, это тот источник информации, который необходим иногда следственным органам, чтобы они определили правовая сторона с одной, с другой, с третьей. Но, чтобы избежать подобных, может быть, не буду говорить провокации, не провокации, люди проехали, народные депутаты. Чтобы избежать, это может быть просто осознанно знать, что эти люди проезжают, и просто чтобы они сюда не проезжали, чтобы не было вот этих конфликтных ситуаций. Потому что мы знаем, что это могло быть. Предотвратить это, наверное, зависит только от наших правоохранительных органов и, наверное, степени подготовленности нашего реального общества. Да, сейчас на пике все. В стране идет война, мы вовлечены не по своей вине, вовлечены в этот конфликт. Да, человек приехал, избили. Ну, значит, есть силы, которые против этого всего. Журналисты, они фиксировали то событие, как исторический факт. Это произошло, это было в нашем городе. Но это является тоже таким, знаете, может быть, уже сегодня, наверное, кровавым пятном, потому что человека избили. Как бы то ни было, ответственные должны быть и с одной, и с другой стороны. Как можно было избежать? А просто так, не приехал бы он сюда, не было бы этого. Правильно? Логика вещей. Да, ушел бы из политики, вообще было бы хорошо. Не, ну, это по-разному можно осуществлять. Да, он на настоящий момент народный депутат. У него есть еще полномочия. Но опять приехал, значит, он знал, что он приедет, что здесь может быть такая ситуация. Ну, я, кстати, в отличие от вас, вы все-таки больше всегда выступаете дипломатом. Наверное, ваша должность к этому обязывает. Я высказываю свою гражданскую позицию, скажу, что Шуфрич в данной ситуации нарвался на то, чем он занимался в политике уже многие годы. То есть, Шуфрич один из тех бойцов, которые всегда дрались, там, били лица некоторым депутатам. Ну, ладно, бог с ними. А тут ему бог наказал. Бог с ними. Юрий Анатольевич, есть телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Только что я посмотрел отвратительнейшее зрелище. Я понял, что, обернувшись государственным флагом и выкрикивая бандеровский лозунг «Слава Украине! Героям слава!» Можно творить что угодно, и ничего тебе не будет. Там этого молодого человека с хохолком вот только выпустили из КПЗ. Он же опять... Да, он представитель права сектора. Абсолютно верно. Как вы считаете? Это нормально? Давайте так. Я знаю вас, телезритель, вы постоянный у нас, да? И у вас вот это клише бандеровское «Приветствие! Слава Украине!». Давайте так. Вот вы скажите, выйдите на улицы Одессы, украинской Одессы, и скажите, что «Слава Украине!» сегодня – это бандеровское гасло. Я хотел бы на это посмотреть. Что касается правовой оценки, конечно, Юрий Анатольевич с вами полностью согласен. Оценку должны давать правоохранительные органы. Хотя, какая у нас милиция, я не трогаю нормальных офицеров, да, все понятно. Правильно. Обернувшись флагом Украины, за преступления надо наказывать всех, даже тех, кто обернулся флагом Украины. С вами согласен. Правильно. За содеянным должно быть наказание, естественно. Но здесь, можно сказать, бездеятельность представителей милиции, потому что, да, можно было защитить, они допустили это. Как сделать коридор? Там видно, что людей с той стороны гораздо больше было, чем представители СМИ. Хотя, и милиция, хотя сегодня по Одессе некоторые в виде политической рекламы ездят, рекламируют себя перед выборами, многие, и у них охраны по 30-40 человек. Здесь охраны, в принципе, как-то как простой милиционер, который был одет в форму, в мину одежду, никого там не было. Естественно, знаете, надо было предусмотреть. Я вообще скажу, что у меня впечатление, что это некий такой политический фарш все-таки был, да, когда люди специально нарывались, знали, что в ответ они получат вот такой. Я говорю о Шуфриче, там, Скорик был, да, что они выходили без охраны, не понимали агрессивно настроенные люди, и опять-таки поступили не как мудрые политики. Наверное, надо было не бежать, ну, ладно, давайте с этой темой заканчиваем. Мы, наверное, с вами, наверное, уже пора, наверное, чтобы по нашему любимому городу Одессы ходить спокойно, без охраны, без ничего, действительно, смотреть правде в глаза. Встречаться и с теми, и с теми, но если есть такие конфликтные ситуации, лучше, понимаете, действительно, чтобы эти народные избранники не приезжали сюда, находились там, в столице. Да, они хотят, наверное, поднять авторитет. Я хотел, чтобы они не были народными избранниками, потому что мы получим парламент, вы же знаете, какой парламент мы получим. Ровно 20 лет назад я баллотируюсь в Верховный Совет. В 1994 году, я это прекрасно помню, когда давали даже определенную сумму денег, чтобы уйти с избирательного участка, сказал, мне имя дороже, понимаешь, я на это не пошел. Сегодня многие спекулируют этим, понимают, многие политические партии, то есть избранники нынешние или будущие, или настоящие, понимают, по три, по пять, по шесть партий поменяли. Это не есть. Знаете, давал обещания, да только сроки прошли. Я так когда-то написал, так она и выходит. И не дают все обещания, но, увы, делают только для себя. Страна для них это как понятие такое, что-то пойметь. Знаете, надо, наверное, исходить из того, что ты сделал сначала городу, региону, стране, а потом уже думать о себе. А у нас приоритеты, знаете. Это, кстати, хороший американский принцип, что ты сделал для Америки. Я думаю, что нам его надо перенять. И он сегодня, в принципе, уже развивается в Украине и развивается очень активно. Что ты сделал для Украины, для Одессы, для города-героя, для любимого города? Сережа, мне в этой ситуации тоже обидно, потому что иногда в этой ситуации попадает и нашему брату-журналисту. Это было 19 февраля. Увы, до сегодняшнего дня непонятно, кто их бил, как был. Мне, знаете, 20-го числа буквально на следующий день я обзвонил всех ребят, был на телекомпании одной, выступали в прямом эфире в отношении этого. Увы, самое обидное в этой ситуации, что журналисты заявления, допустим, напрямую, с их журналистом не пишут. На словах есть. Ребята, напишите. Обзвонил, объездил, поговорил, все нормально. Но, опять же, правая точка зрения, моральный ущерб, потому что многими технику побили и многие получили увечья. Это просто прошло, прошло, прошло. Но, увы, с годами эти травмы, они о себе дадут знать. Юрий Анатольевич, все-таки, давайте, хорошую тему откинули, возвращаясь к роли Национального союза журналиста Украины. Представительство в Одессе, которое вы заваляете, в других регионах нашей страны, непосредственно в Киеве. Что касается киевской организации, ну, центральной нашей, центрального аппарата, не в обиду коллегам-журналистам, ничего личного, как говорится, но я вот не увидел до сих пор четкой гражданской позиции именно союза журналистов Украины, как официального органа. Гражданская позиция есть, она однозначна. Против Украины ведется война, эти выборы будут тяжелыми, ситуация в стране очень тяжелая, неправды очень много, зашкаливает барометр. Почему, на ваш взгляд, на ваш взгляд, все-таки позиция именно официального органа, она не прозвучала? Понимаете, Сережа, союз журналистов это общественная организация раз. В настоящий момент, вот буквально 19-го числа я был в Киев на секретариате Национального союза журналистов, где поднимались эти вопросы, в частности, поднимались вопросы обращения ко всем политическим партиям, которые идут в предвыборные перегоны, во-первых, раз. Потом очень серьезно стоял вопрос об оказании реальной помощи тем журналистам, которые находятся в нашей Луганской области, в Донецке, в зоне АТО. Потому что на сегодняшний момент, по нашим подсчетам, где-то около 80 журналистов оказана реальная помощь. Союз журналистов работает. Международная федерация журналистов работает, пресс-клуб Союза журналистов работает. Помогает Союз журналистов фонд Рената Ахметова, я точно знаю. Потом Международная федерация журналистов с Польшей перечислила энное количество денег, я в сумме сейчас не помню, но где-то в пределах 20 тысяч долларов, что такое. И тоже потихоньку. Потом выходит ситуация, что многие журналисты, которые даже с той зоны приехали в Одессу, в Белгороднестовском роде, мы постарались их как-то устроить на работу даже сами. Но вы прекрасно знаете, что не всесильная организация, потому что, еще раз, общественная организация. Да, влияние есть. Есть наши редакторы, которые находятся там. Мне, знаете, больно было, когда Александр Брыжа, который главный редактор газеты «Донбасс» из Донецка, он был арестован, его вызвали боевики, потом где-то к вечеру вернули. То же самое ситуация. Игорь Зоц, это главный редактор украинской газеты «Донеччина», яка выходит единой украиномовной на Донецке. Саша Панков, который возглавляет свою журналисту в Луганской области, вот ему было 65 лет, я не смог дозвониться. Ребята говорили, что 19-го дозвонились, поздравили с Днем Рождения. С ним связи нет. Я потерял связи со своим товарищем, который там в Луганске живет. Мы три, то есть два племянника и племянница приехали к матери, они в Луганске живут. Они где-то три месяца жили на Херсонщине. Приехало где-то, целая общая сложность, 11 человек жили в моей матери и в сестре родной. Как бы то ни было, СССР, союз журналистов сейчас акцентирует свое внимание на реальную, может быть, адресную помощь тем людям, которые приехали оттуда и находятся на территории Киевской области, на территории Ровенской области, на территории Запорожской области, потому что они обеспечивают им или временно, на постоянное, я не могу говорить у нее, жильем и работой. То же самое, как, видите, думали, что 500 детей, которые приехали со школы-интерната Луганской области, они приехали в Одессу, типа, до сентября. Увы, они распределены по Одесской области. И у меня на сегодняшний момент, Сережа, есть полностью списки того необходимого, которое надо этим детишкам, чтобы обеспечить им нормальное нахождение в Одесской области. И если пользуется вашей студией, я хотел бы обратиться к жителям Одессы, не стесняйтесь, буквально от 4 лет до 18 школьники есть. И можно приносить все в Союз журналистов, мы будем вместе с вашей телекомпанией поедем и точечно будем развозить эту помощь по школам-интернатам, которые есть в Одессе. Возвращаясь к трагической, страшной странице новейшей истории Украины, той, которая еще не закончена, закончится на нашей победе, это понятно, эта страничка, я говорю о войне, о тех событиях, которые происходят в Украине. Раньше мы говорили там только о Донбассе, Луганске, Донецке. Тем не менее, вопрос такого плана. Вот смотрите, мы же прекрасно понимаем, что журналист, он должен быть над схваткой, да? Ну, объективно, рассказать что, где, когда, ответить на три вопроса, донести информацию до телезрителя, до интернет-читателя, читателя печатных, СМИ. Тем не менее, ваше мнение, личное мнение, не как председателя Союза журналистов Украины и Одесской области. Сегодня, что больше, в вопросе именно войны, в вопросе войны, должно преобладать при выступлениях журналистов, да, при выражении своей позиции, гражданская оценка того, что происходит, или все-таки именно журналистский подход. То есть, вот Лавров сказал то-то, то-то, в очередной раз, извините, сбрехал про российские войска в Украине. Порошенко ответил, что-то, 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 сказал правду. Или сказать так, как оно есть, что пришел враг, врага надо уничтожить, так, как было в годы Великой Отечественной войны при Сталине. Так, на всякий случай. Естественно, Сергей, гражданская позиция, знаете, вот то же самое, я покажу сейчас книгу «Косово. Чем я украинского журналиста». Это была… Это ваша книга, я не помню. Да, моя книга, это было 15 лет назад. Что, прежде чем писать, я решил туда поехать и разобраться сам. И издал эту книгу, буквально по дням расписал, что мы были, как мы делали и как. Здесь правда, здесь ничего вымысла нет. Юрий Анатольевич, но это Косово, это не Донбасс. Сережа, ну это было, смотри, 1160 километров от Киева, 99-2000 год. Я приехал, когда ревел, когда увидел, я приехал с войны, знаете, мне тяжело было. Вы только что приехали туда, получили там ранение. Это тоже тяжело осознавать, что период три журналиста уже погибло. Три журналиста погибло. Плохо это или хорошо? Не буду говорить, потому что вина есть с одной стороны и с другой стороны. Гражданская позиция должна быть, но должна быть правдивое отображение всего происходящего. Чтобы мы потом, ага, оказывается, у нас погибло не 3000 человек, гораздо больше. У нас было там журналисты, дают законодательная база такая, что люди получат участника боевых действий, а что-то перекручивается, министр соброна. Говорят, бронежилеты купили на энную миллионную сумму. Бронежилетами можно уже одеть бронежилеты. А на сегодняшний момент ребята проводят экспертизу, понимаете, они обыкновенная пуля пробивает у нас. Это что, забота о бойцах, которые там находятся? И бизнесмены закупили, делали, так сказать, уродливые какие-то бронежилеты и послали. Это тяжело. Когда мы были в Косово, действительно, нас садили в бронежилеты, которые было иногда и 30 килограмм по весу было. Меня удивляли французские военные. У них было около 50 килограмм брони на них. Все было брони. А мы хотели просто так и журналисты, потому что мы миротворцами были. Мы сопровожали с одной стороны и с другой. Как говорится, с лейкой и блокнотой, а порой и с полеметом. Я бы сказал так. На мой взгляд, в тех событиях, которые происходят в Украине, которые мы все называем страшным словом «война», все-таки должна преобладать гражданско-журналистская оппозиция. Понятно, это максимально объективное освещение того, что происходит. Но и человек сегодня, на мой взгляд, каждый журналист обязан определиться, с кем он, со своим народом, со своей страной или с оккупантом. Я могу сказать только вот так. Это естественно, Сергей, вы правы, потому что у нас страна одна, ее делить мы не будем, потому что, смотрите, 15 лет в этом году мы провели форум украинского умовида, 15 лет мы стараемся по-своему объединять страну, чтобы у нас не было разногласий. Увы, что сказать, что это пусто, мы ничего не сделали. Да, старались были. И Донецк, и Луганск, все объездили, все нормально. Но тут произошло это. Надо просто, говорится, громады обух столы. Надо просто очистить страну от врага. Вот я все-таки буду ставить на этом. У нас остается несколько минут. Я прошу режиссера подсказать, сколько точно времени, для того, чтобы пообщаться на тему выборов. Итак, выборы в Верховную Раду Украины, они, конечно, не столько скоротечны, сколько... Кстати, какие выборы, на ваш взгляд, вообще, именно как журналисты? Зелёжа, я скажу так, самые честные выборы на территории Украины или украинской СССР... Еще не проводились. Да, я вспоминаю 90-94 год, когда я был депутатом журналистового района. Я считаю, что тогда были самые честные выборы. Если, начиная с 1994 года, мне предлагали 100 тысяч долларов, я сказал, нет, мне имя дороже. С тех пор все это пошло, поехало. Как бы то ни было, сегодня зарегистрировано несколько тысяч избирателей. Много по мажоритарным округам. Среди этой... Не буду говорить толпа, это грубо, да? Среди количества наших народных избранников, мы не знаем, кто пройдет, кто не пройдет. Хотя догадываться можем. Потому что среди 6 тысяч или 7 тысяч сегодня кандидатов, мы можем приблизительно сказать, там где-то процентов 10 уже, считай, прошли. Потому что рейтинг их. А все остальные, может быть, временные люди, которые хотят каким-то образом продекларировать свое отношение к ситуации в стране, но в то же время в дальнейшем пойти депутатам местных органов власти. Хорошо, Евгений Анатольевич, должны ли быть журналисты в Верховной Раде Украины? Посмотрите, опыт того же Арьева, например, назовут первое имя, которое пришло. Степан Курпиль, наш коллега. Я не об этом. Это хорошо, что они там были. Все нормально у них там, я так понял, с финансами, все хорошо. Нужны ли журналисты вообще во власти? Если нужны, и для чего? Именно в Верховной Раде, в украинском парламенте. Ведь фишка какая, всегда говорят. Ну что журналисты? Они могут написать статью, снять репортаж, но решать дела страны они не могут. Сережа, просто знаете, что я скажу? Доверия иногда к журналисту больше, нежели к власти. И мы не должны дублировать функцию. Но конкретный результат, я понимаю. Доверие это идеология. Я понимаю, иногда, знаете, результат, если ты богат, если ты миллиардер, миллионер, понимаешь, у тебя есть возможность на что-то воздействовать. Да, иногда словом можно что-то воздействовать. Но, увы, на сегодняшний момент, да, действительно, много идет журналистов. Много. Много-много. Это тяжело осознавать, но это факт. Учистывая старые каденции, там были журналисты, которые вносили некоторые реальные законы. И те, которые были приняты у меня, вот здесь устав союза журналистов, все праздники, все, что связано с союзом журналистов, здесь прописано. Есть хорошая законодательная база, для журналистов было принято ими. Но, увы, если бы эти законы работали, может быть, у нас бы не было за эти годы 73 убитых журналистов. Как мне сказали, 71 плюс 3 нынешних, плюс 28, которые погибли в результате Чернобыльской аварии. Их тоже надо, к числу этих журналистов, которые погибли считать. Юрий Алексеевич, еще вопрос, несколько буквально минут остается. Существует ли вопрос, скажу честно, друзья телезрители, любимые мои одесситы, какие бы взгляды вы не исповедовали, глупый вопрос. Глупый не потому, что я такой, упаси Боже, а потому что, ну глупо его задавать. Существует ли сегодня единство в братстве украинских журналистов? Честно сказать, вот... В любых вопросах, экономических, политических, социальных. Сергей, сегодня, наверное, общество разделено, так и журналисты. Это сегодня нашим, вашим, чужим и всем остальным. Потому что, действительно, я когда-то сказал на встрече с Азаревым, не все купленное можно продать, но все продажное можно купить. Это касается нашего брата-журналистов, потому что это происходит, это есть. И как показатель эти выборы. Потому что братья нашего цеха сегодня разбежались по тем площадкам, которые, может быть, приведут реальные дивиденды, потому что, знаете, зарплаты на выборах больше, нежели в реальной жизни. Хотим мы этого, не хотим. Это факт. Понимаете? Разделены. Как же такое понятие, как совесть, все-таки. Я понимаю, что некто Гитлер, это сволочь, это мразь, говорил своим солдатам, идите в бой, убивайте славян. Потому что совесть — это химера. То есть, я сегодня так чувствую, что у нас... Я не только в журналистах. Многие люди, не только политики, а рядовые граждане, они приняли, что таки, да, совесть — это химера. Забывая при этом, что, повторюсь, это сказал Гитлер. У нас минута. Знаете, я скажу таким словом. Правда, это как били в сердце. Если вы наедете, то били в туха им не легче. Мне действительно будет легче, если мы будем правдиво отображать все происходящее. Если мы будем соблюдать кодекс этики украинского журналистов, который там есть 11 пунктов. И с этого года мы вместе с моим юристом Евгением Валентиновичем Волковым разработали новое положение, которое из 43 пунктов. И я думаю, на ближайшем управлении... Кстати, на сайте Союза журналистов он есть. И мы выработаем единую, так сказать, концепцию нашего положения о журналистской этике, чтобы действительно соблюдали все наши коллеги-журналисты. Нас всего профессиональных журналистов в Украине где-то 18-19 тысяч, до 20 тысяч. Это достаточное количество, понимаете. Что хотел бы еще сказать? Буквально несколько секунд. Мы разные, но все-таки, наверное, у нас есть любовь к нашей профессии. И должно быть уважение друг к другу. Мы должны уважать нашу профессию, потому что мы в ней состоялись. Если бы не были журналисты, мы бы не были, наверное, известны. Спасибо, Юрий Анатольевич. Я напомню телезрителям, что гостем нашей программы в прямом эфире был Юрий Анатольевич Работин, глава Одесской областной организации Национального союза журналистов Украины. Вы знаете, почему-то к финалу эфира появились вот такие какие-то мысли. Буквально несколько секунд я на них потрачу, обращаясь к вам, уважаемые телезрители. Я хочу пожелать вам, не обижайтесь, спать неспокойно. Спать неспокойно, чтобы выставила наша страна. Я хочу пожелать вам бояться равнодушных, чтобы жили наши дети, наши будущие внуки. Я хочу, чтобы сегодня у вас на душе было тревожно. Только тогда наша страна, наш город устоят, останутся свободными. Украина останется единой в тех границах, которые мы знаем. И вернется Крым, и Одесса выстоит. Потому что вместе мы сильны. Спасибо вам. А тем, кто нам угрожает там, с Донбасса, с так называемой ДНР, ну приходите, мы вас встретим, ждем, но нелюбезно. Спасибо, что были с нами в этом эфире. И повторю, слава Украине, слава Одессе. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова